Сегодня я хочу обратиться к молодоженам, особенно к юношам, которые только поженились и которые попадают нередко под критику своих друзей, когда к ним звонят их супруги или же когда они задерживаются со своими семьями молодыми. Называют таких молодых супругов то ли подкаблучниками, то ли еще какими-нибудь именами. Хочу привести один случай из моей жизни, который стал для меня лично уроком. Этот урок нам преподал преподаватель из Сирии, который работал у нас в Исламском институте. И думаю, он и сейчас работает. Когда мы его попросили присоединиться к нам на ужин, он сказал, что он сейчас должен быть дома, ибо он обещал своей супруге быть дома. Она приготовила пищу, еду и ждет его. Эти слова удивили многих присутствовавших, меня в том числе. Но я тут же подумал, а ведь он же прав. Если он дал обещание, и это его супруга. А супруга — это самый близкий человек к нему. Сестра мусульманка. Как он может нарушить это обещание, если он не получит ее разрешение? Так же, как если бы мы пообещали бы какому-нибудь влиятельному своему другу быть в 6 часов вечера у него. Какая разница? Ты должен соблюдать это обещание не меньше, чем обещание другому человеку. Ведь посланник Аллаху, саламу, сказал, лучшие из вас — те, кто являются наилучшими для своей супруги. И этим уроком я хочу с вами поделиться, братья мои, юноши. И вы не правы, когда вы считаете и пытаетесь доказать своим друзьям, какой вы хозяин дома и какой вы крутой, когда вы игнорируете свою супругу или же свою семью. Этим вы причиняете самому себе вред. Вы точно так же должны говорить и своим друзьям. Ребята, я сегодня обещал, я должен провести время, это время со своей супругой, со своими детьми, со своей семьей. И не правы те, которые будут тебя обзывать. И я говорю на полном серьезе, почему? Потому что из вот таких вот мелких частиц, мелких наших пренебрежений, семьи доходят до разводов. Супруги отказываются с вами, жены ваши отказываются с вами жить. Требуют, начинают требовать развод. Это в лучшем случае, если это не подтолкнет их, не дай Аллах, какому-нибудь дурному общению, мягко говоря. Семья – это то, за что ты в первую очередь ответственен перед Всевышним Аллахом. Согласие в твоей семье, согласие между тобой и между твоей супругой – это очень важно. И без этого ты потеряешь способность управлять всей своей семьей. И поэтому, дорогие братья, те, которые каким-то образом, шутя, стебутся над теми молодыми людьми, которые говорят, что они должны быть дома, они должны провести этот день с семьей, они не правы, они, напротив, разрушают эти семьи. Мы должны, напротив, способствовать тому, чтобы наши слова, наше поведение укрепляло отношения между нашими братьями и их женами, и их семьями, и их родителями и так далее. Дай Аллах Всевышний нам следование покорности Всевышнему Аллаху и любви к сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и чтобы семьи наши оставались крепкими, и дети в этих семьях получали достойное воспитание. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok